Добрый день, уважаемая спортивная семья! Я хочу сказать, горжусь и радуюсь, я сегодня должен был быть в Кронштадте, там мероприятие, но я попросил поехать туда ходосок, я поеду, потому что здесь все родное мое, а Пухтин может обидеться, если я не буду здесь. Ну а если серьезно, позвольте поздравить вас сегодня с 15 днем. Гроза была вчера, снег, я хочу сказать, град, а сегодня мы собрались здесь, потому что мне очень понравилось, называли осенний марафон, осенние ралли и самое главное посвященный семье. Вот это аплодисменты и спасибо нашим женщинам, нашим женам, нашим мамам, всем, им огромнейшее спасибо и вот благодарить, сегодня этот праздник будем проводить здесь, находясь на муниципальном образовании Лапта Ольгина, которая исполнилась в этом году 517 лет. А Ольгина? 110, да. Вы представляете, Лапта Ольгина? Я хочу сказать огромное вам спасибо за то, что вы принимаете участие и давайте мы вот сегодня проведем это мероприятие, потом вместе сядемся за стол и определимся то, что должны сделать. Тоже, что отвечает, как это было, товарищ Апухкин, ты помнишь, когда я проводил в Сестрорецком районе, когда-то было, потом курортный район. Так вот я хочу сказать огромное всем спасибо, кто принимает участие. Мы восстановим так, как было, обязательно. Молодежь должна участвовать на наших фестивалях, на наших мероприятиях. Девочки пусть танцуют бальные танцы и так далее, а мужики должны готовиться к армии и плоте ждет. И, естественно, невесты. Поэтому вернем наши войска технические опять вот сюда, на наши мероприятия, на наши мероприятия, которые мы проводим на этой земле. Саша, я хочу тебе сказать огромное, Александр Александрович, младший, спасибо. Проводи, будем поддерживать. И хочу сказать еще раз аплодисментами всем участникам сегодняшнего мероприятия. Мероприятия. Оли, семья Российской Федерации Санкт-Петербурга. Аплодисменты всем участникам, спортсменам огромное вам всем спасибо. Дай вам вам здоровья и удачи. Я хочу сказать, не жалее, Александр, и не жалее, товарищ Богданов, надо обязательно после этого мероприятия сделать разбор. А кухни должен приехать со своим наставником. Я надеюсь, что это, видимо, будущее, которое вместо себя, наверное, будет через два-три, она будет, наверное, уже, а вы будете с нами здесь уже на сцене. Вот, я вас приглашаю сюда. Подойдите, ветеран. Где у нас еще один наш товарищ? Зимние гонки. Где он? Лишь! Подойдите сюда. 40 лет мы вместе. 40, ребята. 40 и делать все, чтобы это было. Поэтому я хочу сказать вам огромное спасибо, что я и не сомневался, что я сегодня вас увижу здесь. А это наша семья. Это вот наши. Ребята, это вот те люди, которые любят вот то, что сегодня будет происходить здесь. От Макарова лично, представитель Загадательного собрания, хочу вас поздравить с этим праздником осенним. Вот, ралли «Семья России». От Сета хочу вас поздравить, глава Туриморского района. Это тоже спортсмен, военный. И я хочу сказать, сегодня происходит на его территории здесь, но, естественно, муниципальное образование присутствует. Я хочу вас поздравить от всех депутатов и Загадательного собрания и сказать спасибо за праздник, спасибо за то, что вы есть. И спасибо, конечно, всем, кто сегодня участвует. Я думаю, что сегодня произойдет очень хорошее мероприятие. Мы его сейчас откроем, сделаем общее фото. Здесь и в газете, и в телевидении, и я еще скажу в понедельник на Загадательном собрании. Обязательно выступаю и покажу, вот, чем занимаемся вы, как мы идут. Кто-то митингует, а мы занимаемся своими делами. Лучше нюхать бензин, чем заниматься митингом. Еще раз, с праздником, здоровья, удачи, всем, что мы рады. Обожаю и горжусь, что вот есть такие люди, которые поддерживают наших детей, наших пацанов, наших девчонок. Они всегда подписаны в строю за рулем нашего автомобиля. Поэтому еще раз, большое спасибо организатору, старшую книгу, муниципальному образованию, товарищу Апулкину, все, кто присутствует здесь. Спасибо. А вам удачи и хорошего старта. Спасибо. Спасибо, Александр, считатель главы администрационного вокзала «Лавдорген» Богдан Павел Евгеньевич. Добрый день, уважаемые спортсмены, группы поддержки. Сегодня замечательный полный день. У нас идет продолжение традиций, которые были наложены на этом автодроме 2006-2007 года. Но много усилий приложили. Это Александр Квайлюк. Он более 40 лет занимается автоспортом и предан к этому делу. Аплодисменты. Также хотелось у нас главы благодарности Александру Клименко. Он все воплотил, организовал и следит за состояние данной территории. Также тут у нас есть Даниленко Андрей Эдуардович. Он занимается техникой, но ему также большой спасибо. Аплодисменты. А всем участникам хочется пожелать от себя лично спортивных достижений, хорошего настроения и побед. В четыре часа мы тут вами встретимся. Так, еще у нас Игорь Акуфин, знаменитейший человек в нашем городе, телекомендатор. Ребята, я бы слово передам, давно с ним сотрудничали, но уже лет пять не виделись. Ваши аплодисменты. 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 Я как журналист занимаюсь автомобилем с 1988 года и могу точно сказать, что через мои телевизионные руки и объективы прошло не одно поколение автоспортсменов. Я очень рад, что эта традиция продолжается. Я очень рад, что Александр Александрович Ваймер до сих пор в строю, который когда-то организовал ралли «Сестрорец», потом это было память Ильича, и думаю, что на ралли «Санкт-Петербург» спецучастки в нынешнем году пойдут тоже по территории его ведомства в том числе и по территории Выборгского района. Автомобильный спорт – это удивительная история. Это тот вид спорта, в котором, как сформулировал когда-то писатель Виктор Конецкий, бывают разные люди. Бывают люди скандальные, бывают алкоголики, но там нет людей подлых, поскольку скорость и риск очищают. И благодаря энтузиастам, благодаря представителям власти, опять-таки, и благодаря именно Вам, уважаемые спортсмены, уважаемые судьи, уважаемые организаторы автоспорт до сих пор жив, и благодаря Вашей деятельности каждый день на наших дорогах, уж извините, на одного-двух покойников становится меньше. Именно в этом задача автоспорта – научить человека грамотно управлять транспортным средством так, чтобы он думал не только о себе на дороге, но и о других органах. Спасибо Вам, хороших стартов, и всех, в общем-то, победителей не бывает, но думаю, что каждый выходит на трассу, достоин уважения и аплодисментов. Так, друзья, Маной, главный судья, слово, и сейчас сделаем обязательно общую фотографию. Я не главный судья сегодня. Ребята, добрый день. Рад снова Вас здесь увидеть. Я зимы стараюсь для Вас, ребята. Чемпионат мира нас немножко подкосил. Аккуболисты здесь сосутывающие. Я Вас тоже приветствую. Но тем самым, как бы, сентябрь – прекрасная погода, много народу. Я рад, что Вы с нами, а мы с Вами, как говорится. И вкратце я хочу в двух словах буквально рассказать по сегодняшнему мероприятию. Про колоссальный объем работы, проделанный по трассе, как бы, я, наверное, промолчу. Сами все видели. Мы старались более чем даже. Но самое главное – это гонка. Гонка сегодня у нас состоит из двух попыток. Внимание, ребята, я повторюсь. Двух попыток и двух кругов с риверсом. То бишь, первая попытка у нас едет против часовой стрелки. Два круга финиш схода. Как было зимой, когда здесь было, все прекрасно знают. Дальше у нас будет там буквально 10-15 минутный перерыв, пока мы все-таки обезопасим Ваши автомобили от трамплина. Сам лично прыгал вчера на Субару. Что-то отторвало. Как-то, да, это было ночью, поэтому неправда. В автомобиле, слава богу, нормальный пилот тоже. Так что и вам я не хочу пожелать здесь убивать свои автомобили, потому что техника дорогая. Поэтому перед трамплина стоит небольшой рекордер. За его сдвиги будет штраф. Это, если не ошибаюсь, там 15 секунд, по-моему, или 10. Сбитые конуса на нас тоже канализируются. Это 5 секунд. Следовательно, старт по светофору. Предстартовую зону по номерам в порядке очереди. Толкучки создавать не надо. Кто не успевает пересаживаться, ребята, на прокатных автомобилях, мы дадим вам время. Пустим там другую машину. Ну, как бы, все это фиксирует в системе метража, предоставленную нашими партнерами, как бы, GRC Racing, да, ребята? Вот, Александр Ермолаев, он здесь пока ниже, но он, видимо, налаживает пока телеметрию. И вот, спасибо за предоставленную технику. Вот. Далее, значит, в порядке стартов, поговорю же, мы стартуем. При стартовой зоне будут приглашаться участники по номерам. Далее у нас будет небольшой перерыв после первой попытки. Мы меняем ретардер, сохраняем ваши автомобили. Не даем вам ехать, прыгать и ломать автомобили. Но это, я думаю, многие со мной согласятся после зимы. Зимой был снег, да? И то Женя Дмитриев уже улыбается с отурованными колесами. Он летел, прыгал дальше, чем катилось его колесо. Фотографии были потрясающие, но это только для фотографов. Это шоу. У нас не шоу, у нас гонки. Автомобильные, полупрофессиональные, даже, можно сказать, профессиональные. Вот, поэтому в первую очередь организаторы, как бы, тоже думают и о вас. Дальше, как бы, в принципе, я думаю, что все понятно. Поэтому всем пожелаю сегодня удачи. Вот, еще пару слов. И я думаю, что буквально минут через 10-15 мы уже начнем с старта. Спасибо, ребята. Ждем вас на старте. Спасибо.